привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня мы продолжаем наши уроки пост нет корр и сегодня рассмотрим конвейер обработки запроса и мидовое перед вашими глазами сейчас новый проект аспнет корр по шаблону web application так у нас он выглядит собственно и сейчас открыт класс стартап вы сейчас можете видеть перед своими глазами да что он немножко отличается от класса стартап шаблона м тяну как бы здесь те же самые методы но мы видим что уже в конструкторе идет какая-то инициализация до конфигура здесь уже несколько больше вызовов и так далее и в конфигура сервис из у нас уже подключен сервис это виси да то есть вы заведет этом весе и так давайте поговорим что же такое мидовое термин мидовое обозначает небольшие компоненты приложения которые могут быть внедрены в конвейер обработки http запроса вас нет корр для подключения компонентов мидовое используется метод конфигура из класса стартап каждый компонент может либо выполнить некоторую обработку запроса либо передать его дальше в цепи конвейера обработки запроса то есть чтобы вы понимали здесь речь идет о такой модульной структуре до что ваше приложение будет состоять из мелких модулей до которые будут обмениваться данными между собой и выполнять какие-то определенные операции то есть такая более сегментированная скажем так более сегментированный способ описания приложения написания ну в общем для создания конвейера обработки запроса используется делегаты запроса которые потом участвуют в обработке запроса делегаты запроса конфигурируется с помощью методов расширений ран мэп и юз объекта а application builder который передается в метод конфигур класса стартап вот у нас собственно наш метод конфигур до классе стартап и собственно то чем только что сказал здесь в этом методе и происходит так продолжим по поводу run map и юз в общем речь шло об этом на параметре обязательном и application builder об и здесь как вы давите и пьюз здесь уже есть да это у нас использование мидовая ну сейчас подробнее разберемся так каждый делегат запроса может быть вынесен в отдельный класс и такой класс как раз и будет представлять компонент мидовая каждый делегат конвейера может выполнять обработку запроса как да так и после следующего в конвейере делегата каждый делегат может либо передать запрос далее следующему цепи делегату либо выполнить обработку и закончить работу конвейера ну и давайте немножко рассмотрим наш метод конфигур сейчас я здесь уже подготовил некоторые комментарии и давайте перезапишем данный метод уже с более понятными комментариями так ну здесь у меня короче не хватает пакета давайте вам прогрузим подчеркивать сейчас юз на там байс и рор сейчас у меня все прогрузится буквально одну секундочку так ну пока там пакет по прогружается так восстановлением пакета завершено так юсин дэн тити здесь сейчас установим пакет для им дэн тити на зависимость и так давайте поговорим 1 до логер фактор им здесь у нас идет установка лога ну о чем я говорил да если проект в процессе разработки ну если выполняется в общем-то это условия да если проект процессе обработки то мы используем следующее мидовая да и плюс это уже у нас мидовая на девелопера exception page что ездить здесь собственно мидовая для отображения страницы разработчика да и плюс датабайс error page это для использования датабайс баз данных error page и плюс браузер линк да для использования браузерных ссылок далее у нас лс если у нас он не в режиме разработки здесь идет установка обработчика ошибок то есть и плюс exception хендер то есть у нас устанавливается путь к нашему exception хендер далее у нас идет и пьюз статик файл 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 здесь у нас идет установка обработчика статических файлов далее и пьюз индентики это идет установка аудификации пользователя на основе куки то есть кто уже обучался скажем так разбирался в аэс планете там но допустим предыдущим с нет им виси пятом ну грубо говоря там был да просто класс индентики вы его конфигурировали и там использовали этом не знаю для антификации пользователей с помощью их персональных учеток либо использовали индентики там для антификации windows и так далее здесь это уже вынесено на уровень мидоваясь вам нужен идентики то вы просто вызываете мидовая делать такую установку ну и далее у нас идет установка компонентов миссии для обработки запроса у нас и пьюз миссии дам следующему делая с помощью которого у нас здесь устанавливается роут по умолчанию да то есть шаблон этого роута и так все вызова типа апьюз в общем они представляют собой добавление компонентов мидовая для обработки запрос то есть сначала устанавливается компоненты для обработки ошибок ну то чем рассказал да затем добавляются компоненты для обработки запросов статических файлов и так далее и в самом конце добавляются компоненты mvc ну короче то что же мы сказал про утина и подключение миссии вот то есть у нас получается примерно следующий конвейер обработки первый шаг это обработка ошибок второй шаг это обработка запросов к статическим файлам третья антификация и после антификации у нас идет уже работа фреймворка миссии при этом порядок определения компонентов играет большую роль например в этом методе сначала добавляются компоненты для обработки статических файлов up use statistic files и только затем компоненты авторизации пользователя up use identity таким образом для запросов к статическим файлам не надо антифицирование системе в общем пользователь может без антификации получить доступ к этим файлам и обработка запросов статических файлов срабатывает до начала работы системы антификации если же запрос приходит к не статическим ресурсам то тогда в дело вступает компоненты identity и уже скажем так запросы не к статическим скажем так файлам и запросы комиссии должен будет присоединить только до через имени через антификацию пользователя по умолчанию sp net core предоставляет следующие встроенные компоненты мидовая антификация представляет поддержку антификации корс обеспечивает поддержку кросс доменных запросов респонс кэшин позволяет кешировать результаты запросов респонс компрессин обеспечивает сжатие ответа клиенту юрл реврайтинг мидовая предоставляет функциональность юрл реврайтинг так далее роутинг определяет маршруты используемые в приложении сэшин предоставляет поддержку сессий static файл предоставляет поддержку обработки статических файлов ну и таким образом наше приложение можно делать максимально гибким и собственно то о чем я сказал да используя порядок вызовов этих мидовая дал установок мидовая в этом методе конфигура можно очень гибко настраивать свое приложение и обеспечивать да скажем так конфигурацию по слоям да ну на примере тех же статических файлов принципе нормально это все показал так друзья амидулая мы с вами поговорили далее следующем уроке мы с вами обсудим методы use map run и делегат request delegate кто-то отметил да что с такой скоростью выпуска роликов мы очень медленно будем покрывать курс прошу прощения друзья собственно это мое хобби ролики записываю свободное время от основной работы буду стараться ролики выпускать как можно чаще ну и как бы помимо данных уроков нужно еще записывать какие-то ролики по linux ну буду стараться если вам эта тема действительно интересно поддержите ролик лайком и давайте наберем 200 лайков под этим роликом если мы это набираем то я вижу что вам это действительно интересно и я буду выпускать ролики чаще если они набираем 200 лайков то ну буду выпускать по возможности дифференцировать с другими роликами спасибо за внимание и до новых встреч и как всегда пожалуйста напишите свои веселые и грамотные комментарии чтобы я понимал что вы думаете об этом и прочее такое но все друзья спасибо и пока пока